всем привет сегодня из города лесосибирска меня зовут ольга сегодня иду смотреть место где я еще ни разу не было это набережная на набережную это не очень похоже но в традиционном понимании жилой дом стадион труд набережная не очень похожа на традиционную набережную и обычно там все в бетоне лавочки перила красивые дома вдоль реки собачка тут все такое больше природное все уже вытоптано очень много желающих погулять даже хорошо потому что у нас начался сезон клещей и уже люди цепляли и домашние животные я котам его специальную штуку чтобы на них лещи не хотя бы не цеплялись вот енисей примерно в этом месте енисей соединяется с ангарой стрелка так называемая на том берегу есть поселок который тоже называется стрелка там ангара непосредственно протекает восхитительная природа и очень теплая вода в ангаре вода очень теплая в отличие от енисея буквально недавно прочитала что мы как бы считаем что ангара впадает в енисей но по науке все наоборот это енисей впадает в ангару потому что ангара она больше и это вроде как эта река должна называться ангара которая которая енисей но поскольку казаки которые осваивали сибирь они первым открыли енисей то река стала называться енисей ну вроде как научно это неправильно конечно подробнее вопрос изучить довольно интересно в общем вот здесь сразу две реки на том берегу ангара они не смешиваются но текут в одном русле на том берегу вода гораздо теплее здесь вот нас енисей хотя вроде как он должен называться ангарой вот эта река ну и не все так звучит солиднее хотя ангара больше и вместе где они соединяются это прямо хорошо видно дальше смотреть набережную этого лес сибирске самая лучшая часть наверное это деревья их здесь много сыграл таких красивых набережные очень необычно это обычно набережная в центре города лес сибирск он очень длинный и нужно чтобы попасть нужно ехать вообще в старую часть города потому что он сильно расстроился растянулся нужно ехать старую часть на бывшую главную улицу красивый вид из окна в этом доме на том берегу тоже поселке и не знаю эта стрелка или нет широкая река видит там вдалеке видно мост новый ну не сказать что прямо очень благоустроена в общем и целом довольно неплохо мне даже нравится что она вот такая какая-то простая в траву не заходить потому что там живут разные штуковины раньше-то клещей травили душ там потом запретили поскольку он очень вредный теперь вот приходится как получится старинные престаринные урны оставили надо куда-то выйти тут есть интересная скульптурная группа сейчас покажу хочется сходить лес погулять но нельзя 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 отсюда видно да бревна наше достояние на экспорт кошмар я была на том берегу в стрелке там очень красивая природа просто невероятно вот было давно там стоит там какой-то симпатичный домик мне хочу показать вот эти вот деревянные скульптуры сейчас я обойду чтобы нижний раз не рисковать еще один танк то что мы в городе ничего не значит клещей может даже в городе у себя нацеплять вот что я хотела показать она если набирать набережную или сибирска обязательно выскочит эта фотография вот этот вот старик и столик как его называют с вилами но это не вилы этот трезубец это байкал по башкирской легенде а вон ангара и енисей скульптуры вместе по башкирской легенде ангара была дочерью байкала и она влюбилась в енисей но байкал был очень этим недоволен потому что он уже обещал свою дочь иркуту 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 приток ангары и когда гора узнала что отец хочет ну фактически против ее боли выдать ее замуж она от него сбежала к своему любимому енисею байкал очень рассердился и чтобы задержать дочь швырнули вслед огромный камень но было уже поздно и камень который называется шаман камень теперь можно увидеть на байкале он отмечает ту точку где байкал заканчивается а вон гора соединилась с енисеем вот такая история вот такая скульптура байкал какой довольный а енисей какой-то не очень сколько народу гуляет это хорошо люди начинают гулять постепенно очень радуются детишки гуляют в общем красивое место мне нравится танки скамеечки прямо что-то такое как как в деревне такое ощущение чего-то такого простого приятного ну как как бы душевного конечно благоустройство это хорошо но слишком оно такое не знаю надо что-то такое попроще вот такие лавочки вот самый раз особенно для такого места что-то с ним какие-то проблемы это 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 старый замок а это типа ресторана что-то какой-то выглядит заброшенным еще вот такая красивая штука есть что-то такое языческое скамейки в виде лошадок и ворота там солнце и два человека мужчина и женщина жаль что заброшенный мы видела да такой потрясающий вид с балкона купание и хождение по плотам запрещено ну это понятно раньше такие плоты все время возили по енисею я когда летом была в деревне бабушки и девочкой мы их каждый день видели вот такие плоты как их везли не знаю куда сейчас поближе покажу так грустно все это наблюдать такие вот плоты но насчет купания купание здесь везде запрещено и у нас и на пруду и на кими и на енисеи короче купаться вообще негде может быть можно на другом берегу я не знаю но все купаться в енисеи такая сомнительная затея первых тут холодно а потом вот конкретно здесь там дальше другому здесь и лист очень или стоят но сплошной ил довольно глубокий в общем очень неприятно а вот я была в деревне там там уже дальше на север там дно просто галька камешки песочек а здесь купаться к себе не очень ходим по тропинкам топчем газоны в общем вот там еще наверно можно идти дальше дальше я не пойду потому что здесь наверно ничего нового уже так то не увижу хотя здесь можно идти еще достаточно далеко вот так чисто для прогулок просто выйти прогуляться подышать очень хорошо хотя да здесь нет ничего такого не никого благоустройства не кофе они мороженого то что обычно бывает опять же на набережных если ее делают туристическим объектом у нас вот на почти на набережной есть ларечки там кофе продают еще что-то а здесь вот нет ну ладно то здесь красиво мне нравится замечательно природа какая красота ну а на сегодня все всем спасибо всем пока